приветствую вас друзья сегодня мне хотелось бы вас познакомить с такой игрой как frozen architect или по-русски тюремный архитектор эта игра находится в стиме в раннем доступе вы можете купить ее уже сейчас и тем самым профинансировать разработчиков чтобы они могли спокойно доделать свою игру и хотелось бы сразу же акцентировать ваше внимание что игра идет на русском языке совершенно официально без необходимости скачивать откуда-то там я не знаю непонятно откуда сторентов и так далее просто заходите в настройки и выбираете здесь один из трех представленных русских языков вот они появятся здесь иногда подгружаются не с первого раза это все находится где-то в онлайне но если вы уже выбрали русский язык то он у вас появляется вторым строчки а так вы их найдете просто дальше в списке просто смотрите roots и так язык уже выбран и мы начинаем со вступления тут то же самое что новая игра и можно это назвать отчасти туториалом или пояснением что и как нужно делать поехали introversion software представляет видите да все заключенные но почти все скажем так переведены на русский язык богданов гришин правда есть тем парни с английским прошлым именно так выглядит готовая тюрьма нам тут же показывают некий такой образец тюремный то что вы видите сейчас это доставка заключенных охранники их сопровождают до камер но это офисы прораба начальник охраны начальник тюрьмы каждый сотрудник какой-то начальник естественно должен иметь свой офис игра судя по отзывам очевидцев даже сложнее нежели какой-нибудь sim city последний и реально я уже не играл следующее видео которое вы увидите это реальный геймплей к сожалению туториал у меня не записался вот реальный геймплей да прежде всего мы увидим входящий звонок от директора давайте послушаем что нам скажет это сложный случай в этом здании находится заключенные осужденные за двойное убийство и приговоренный к смерти тут вступаем мы нам поручили построить комнату казня большому событию парня и вот теперь мы будем строить как раз таки ту самую комнату казни здесь я хочу построить новое здание первый шаг в строительстве любого подобного объекта строительство самого здания в котором достаточно места для комнаты казни и общей камеры так что начнем построить здесь новое здание также понадобится вход наше новое здание установите большую тюремную дверь в южной стене отлично итак берем вот так вот выделяем нужную территорию затем делаем объект кстати знаете что я неправильно сделал здание нам нужно снести эту стену а можно в принципе отменить просто это отменила все здание стоп я еще только учусь дело давайте примем пока звонок от директора можно ускорить процесс строительства ваши рабочие отвечают за строительство зданий они собирают стали бетон с этого склада и относит его на место стройки они используют сырье для строительства основания и каркаса нового здания это самая медленная часть строительства так что думайте наперед при строительстве нового здания пока мы ждем оглядите место используйте в асд это клубки которые мы используем также в 3d шутерах или стрелкой для перемещения и колесом мыши для приближения и отдаления но это то же самое что вот видите вот я сделаю мышкой то же самое можно делать клавишами очень удобно кстати окей нам нужно построить дверь вообще в идеале для этого нужно снести стену что-то мне не дает ну это видимо упрощенное все потом когда вы будете строить здание лучше сносить и ставить двери на пустые места и нам говорят что поставьте большую дверь что мы делаем очень важно что когда вы будете играть нормальную игру сначала сносите стену где будете ставить двери я из этого изрядно попарился вы это увидите в следующем видео которое было записью реального стрима поехали что нам еще нужно сделать дверь мы сделали давайте ускорим строительство двери все дверь построена в принципе все директор звони я готов внутри здания не нужны камеры и комнаты казни разделите пространство создав кирпичные стены но это нам тоже придется постоянно делать офисы приходится разделять одна стена вторая лично давайте ускорим строительство скорость игры регулируется клавишами 123 один этого так вот все делается в реальном времени 2 чуть побыстрее ну и третье это ускоренный режим отлично теперь добавьте большие тюремные двери к разделяющим стенам вы можете вращать объекты перед размещением щелчком средней кнопки мыши или нажание нажатием кнопки кей вот так вот пожалуйста давайте ускорим таджиков пускай быстрее делают отличненько хорошо выглядит теперь нужно назначить комнаты в этом пространстве назначите камеру в меньшей комнате где будет жить осужденный заключенный затем нажди назначите саму комнату казни большой комнате давайте так и сделаем это кстати тоже важный этап пока вы не назначите комнату в ней ничего нельзя сделать выделяем ой комната казни случайно 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 совершенно камера такая зне новых комнат есть требования прежде чем они станут работать в тюремной камере не хватает кровати и туалета да кстати когда делаете комнату это всегда важно вам будет подсказывать чего не хватает чтобы она начала функционировать комнате казни нужен электрический стул заходим сюда ставим кровать туалет эти парни порадуем на последних дней сделаем туалет с видом на улицу окошечко тут прорубим я дам все покажу потом и ставим электрический стул все ускоряем строительство ну чужден них таджик как медленно работаешь не хотелось бы затягивать это видео потому что у нас долгие еще трансляции запись стримов по этой игре основное уже готово но можете сделать еще пару улучшений решать вам это не обязательно все зависит от того как сильно вы заботитесь о заключенных и их окружении хотелось бы вообще это видео сделать как в качестве такой первой части обзора финальный финальный вторая может быть часть обзора будет после того как я уже детально ознакомлюсь с игрой и буду делать обзор на портале gamers tv который соответственно будет сопровожден этим и последующим видео сами к саму камеру можно улучшить окном и небольшой книжной полкой но это необязательно а здание будет выглядеть лучше с более качественным покрытием вроде деревянных половиц или мозаичной плитки этого все увидите в следующем видео записи стрима снаружи можно добавить освещение и мощеную дорогу если считаете что это необходимо знаете когда у вас ограниченные ресурсы они будут у вас весьма ограничены я думаю будет вам не до этого этот человек о котором идет речь эдвард ромси бывший учитель только представьте себе не нам решать служил ли он это закон вынес свое решение мы лишь выполняем работу когда вас удовлетворит качестве здания вы можете начать перевод заключенного в новую камеру просто щелкните на нем для выбора щелчком правой кнопкой мыши вне камеры осуществите перевоз давайте парню как я обещал сделаем приятное и когда он будет ходить на толчок он будет смотреть на улицу радоваться что происходит наружу можно поставить освещение вот сюда это будет сверху гореть фонарь так вот это будет выглядеть честно покажут парня все установили видите у него сейчас будет возможность наблюдать на улицу возможно заключенный будет радоваться тому что видят окей берем парня и перемещаем сюда входящий звонок начальника охраны вот такой начальник охрана суровый парень посмотрите в галстучке не проливайте срезы ради этого парня это хладнокровный убийца абсолютно виновный он сделал заявление хотите услышать что он сделал это длинная история было около 11 вечера свет уже включили я знал что она дома вот он собственно а рассказывает наш заключенный и начальник охраны пытаются его пересказать и вот собственно история самого эдварда последнее время какие-то персонажи эдварды все популярно очень что не делаются на раз доктора играют пациента я знал что застану вас двоих здесь эдвард я нет просто нет что ты задумал я не мертвы хладнокровно да я думаю не заслужили так и должно быть жаль что эдварду пришлось так скажем выступить в качестве руки правосудия в нашем мире за это не наказывают а зря все ясно как день он заслуживает каждый вольт который получит видимо этот парень хотел бы чтобы ну так скажем посмотрим как он будет смотреть если его жена будет пороться с другим мужиком не знаю я думаю что он захочет дубинка воспользоваться может быть и тем что висит у него на поясе все люди заслуживают прощения даже он настолько уверены в себе что можете сделать последнее осуждение то что вы застали жену с другим мужчиной не оправдание для содеянного видимо он не раз заставал свою и знает о чем говорит и он пошел туда заряженным оружием зная что застанет их вместе это двойное предумышленное убийство он всего лишь сотрудничал с властями штат сделает его примером если бы он сознался в убийстве на десятом мире к северу его бы ждало пожизненное заключение развета справедливости вы хотите чтобы подобный человек остался на свободе я буду спокойно спать ночью зная что его нет да парень видимо вы спокойнее спать ночью знаю что справедливости нет пока все хорошо но есть одна проблема комната казни еще не работает так как там нет питания нужно соединить ее с электростанцией вот мы заходим в режим жкх его перевели в русском переводе не знаю как в оригинале звучит сейчас мы осматриваем тюрьму в коммунальном режиме который показывает раскладку кабелей питания во всей тюрьме каждое здание в тюрьме освоено с электростанцией толстыми подземными кабелями питания еще навсегда хочется кабелями называть питание в тюрьме обеспечивается подстанция которая берет электричество из общей сети кстати важная вещь я ее почему-то не оборудовал не кирпичной стеной не носил а ведь каждый может заключенный на подойти и сломать как вы видите целое крыло тюрьмы сейчас без питания все лампочки отключены чтобы все исправить сначала надо перейти в коммунальный режим чтобы понять почему нет питания вот он коммунальный режим когда нас подсвечиваться всем коммуникации водные и электрические ближайший кабель питания слишком далеко наши инженеры не могут подсоединить это крыло вот ленте кабели питания чтобы покрыть это крыло тюрьмы переходим режим жпх выбираем кабель тащим его пожалуй где-то так теперь тянем его вот так 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 ну что ждем давайте быстрее работайте ребят стараются прокладывать кабель у нас по умолчанию в игре будет восемь таджиков которые будут нам делать всю работу и их можно увеличивать но естественно и увеличивается и сдержки на их содержание в принципе восьми человек хватает пока тюрьма не сильно оборудована посмотрим как она будет дальше вы видите что все запиталась все работает директор звонит не только лампам нужно питание электрическому стулу тоже при помощи кабелей питания соедините помещение для казни системой питания сам электрический стул особый тип электроприборов ему требуется выделенная линия питания нужно снять его напрямую с главным кабелем кажется мы почти закончили нужно хотя бы раз испытать комнату казни что прежде чем ее использовать я включаю на пару секунд секунд чтобы проверить как она работает опа все отрубилось хорошо она работает кажется мы забрали много энергии так что сработал автоматически выключатель на электростанции вся тюрьма без света нам потребуется больше мощности чтобы справиться с напряжением которое создает электрический стул и для этого нам нужны вот эти вот трансформатор или как они называются для сначала нужно включить питание потребуется два шага шаг 1 включить каждый конденсатор а конденсатор до шелкнув по нему в жкх режиме шаг 2 включить снова включить электростанцию щелкнув по ней затем построите 3 еще три конденсатора чтобы у вас хотел энергия для электрического стула когда вы закончите снова испытать электрический стул нажав на него в коммунальном режиме чтобы включить его окей давайте включаем и ставим конденсатора раз два три ускоряем парней и пытаемся включить стул когда они установят их конденсатора мне очень нравится как масштабируется карта неплохо бы конечно горячий клавиши выучить потому что каждый раз мышкой тыкать неудобно как-то очень прикольно можно посмотреть чем занимаются все заключенные еще спят видеть какие-нибудь сны все очень круто игра вообще цепляет я вам сразу скажу кстати то что тут видимо генератор остается ну вроде бы у меня все нормально давайте проверим электрический стул а в коммунальном режиме на все работает что что не так включить установить или но конденсатора рядом а конденсатор и не там установил понятно ждем пока установят новый конденсатор именно здесь нужно было поставить я был невнимателен устал ведь они устают я устал я спать хочу уходящий звонок отлично полагаю мы готовы к работе происходящие наши забота мы проделали профессиональную работу и это важно в нашем деле постарайтесь не волноваться о происходящем да конечно чего на вас что не видел что ли как людей на электрическом столе убивают каждый день почти на это смотрю эдвард идет видимо на последнюю молитву чем могу помочь вы ищете прощение не знаю должен что-то сделать я не могу жить с грузом совершенного вам следует исповедаться чтобы вы не сделали вам не избежать последствий не сможете жить пока не встретились в прошлом я хочу вернуться я хочу простить ее хочу чтобы она простила меня бог простит вас чтобы не сделали если вы попросите вы должны ответить за преступления перед лицом закона другого пути нет пора эдвард вы поступили правильно даже если мир вас за это не простит скоро предстанете перед богом и он скажет последнее слово страшен суд божий а и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...